К 2002 году молодая группа из города Иваново дискотека «Авария» была на вершине успеха, во многом это была заслуга яркого и колоритного Олега Жукова. Именно благодаря ему песни коллектива были особенно задорными и запоминающимися. Но всегда бодрый и энергичный Олег начал быстро уставать, у него начались головные боли. Врачи диагностировали опухоль головного мозга, а ведь ему было всего 28 лет. Олег Евгеньевич Жуков появился на свет в городе Иваново 11 октября 1973 года. Он рос творческим мальчиком и еще в школе подрабатывал в местном кукольном театре, озвучивая сказочных персонажей. Окончив школу поступил в энергетический институт, но так и не окончив его, ушел в армию. Вернувшись из армии Олег узнал, что его приятели Алексей Рыжов и Николай Тимофеев создали музыкальную группу под названием «Дискотека «Авария». Жуков не планировал становиться знаменитостью, он просто хотел выступать на сцене, и у него действительно отлично это получалось. Он присоединился к коллективу в 1991 году и с тех пор был самым ярким и заводным участником дискотеки «Аварии». Именно он определил фирменный стиль группы, который отличал дискотеку «Аварию» от прочей популярной музыки и так полюбился поклонникам. Олег всегда был энергичен, позитивен, а его рэп-вставки украшали каждую песню. Поначалу ребята были местными знаменитостями, общероссийская популярность пришла к ним лишь в 1999 году, спустя почти 10 лет после создания группы. Творчество коллектива было чем-то новеньким для российской эстрады, и быстро нашло много поклонников среди молодежи. «Ты кинула давай, «Авария», «Новогодняя», эти песни в начале нулевых распевала вся страна. Дискотека «Авария» стали одной из самых популярных групп в стране, они собирали стадионы, с ними заключали рекламные контракты крупнейшая компания. Во время одних из бесконечных гастролей коллектива Олегу Жукову стало плохо, он решил, что просто переутомился, но недомогание повторялось вновь и вновь. Вскоре ему уже было сложно оставаться бодрым и энергичным весь концерт, он быстро уставал. Врачи диагностировали у Олега опухоль головного мозга, необходима была срочная операция. Несколько месяцев дискотека «Авария» выступала без Жукова, то, что с ним случилось коллектив, держал в секрете. После операции прогнозы врачей были оптимистичными, да и Олег чувствовал себя гораздо лучше. На некоторое время Жуков вновь вернулся на сцену, но потом болезнь вернулась. 28-летнего Олега Жукова не стало 9 февраля 2002 года. Через месяц дискотека «Авария» выпустила клип «Дискоу Суперстар», который был посвящен памяти самого яркого участника группы. Его никто не мог заменить, да ребята и не думали брать кого-то на его место. Следующий альбом музыкального коллектива вышел под названием «Четверо ребят», хотя их осталось только трое. Потеряв Олега Жукова дискотека «Авария» больше уже никогда не была прежней. Они сохраняли популярность, но их музыкальный стиль постепенно менялся. Со временем отношения между основателями группы начали накаляться, это привело к тому, что в 2012 году Николай Тимофеев вынужден был покинуть коллектив. Он не мог больше исполнять песни дискотеки «Аварии», а группа не могла использовать голос Николая на фонограммах. Тогда коллектив принял необычное решение, пригласить солистку Анну Хохлову. Дискотека «Авария» выступает и по сей день, но сегодняшнюю ее популярность вряд ли можно сравнить с той, что была при Олеге Жукове. Продолжение следует...